Привет! Меня зовут Хатия. Это новый выпуск «Факт или фейк?». Мы продолжаем разбирать, где правда, где ложь и манипуляция. Напомню, наш веб-сайт переехал на новый адрес – savannews.tv. Ссылка в правом углу экрана. С тех пор, как грузинская мечта пришла к власти, мы вдвое сократили безработицу и втрое сократили бедность. Мы являемся лидерами по экономическому росту не только в регионе, но и во всей Европе. Это заявление спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сделал 21 августа на своей странице в Facebook, подкрепив слова статистикой. Согласно последним данным Национальной службы статистики, уровень абсолютной бедности в стране достиг исторического минимума – 11,6%. А уровень безработицы снизился до 13,7%. Звучит как прекрасная новость. Но так ли это на самом деле? Прежде чем разберемся в этом, спросим у жителей в Тпилиси. Верят ли они в этот успех? Верят ли они в Казахвили? Предлагаю обратиться к другим, не менее достоверным данным. Агентство социального обслуживания сообщает, что с января 2023 года количество получателей социального пособия в Грузии увеличилось на 25 400 человек. Иными словами, тысячи людей буквально оказались за чертой бедности всего за последние полгода. В целом, по данным того же агентства социального обслуживания, государственные пособия в Грузии получают 672 909 человек. Это более 18% всего населения страны. Из них 450 тысяч человек существуют исключительно на государственные выплаты, а 222 877 участвуют в программе содействия занятости, но все равно остаются в списках социально незащищенных. Получается, что сотни тысяч граждан по-прежнему находятся в условиях финансовой нестабильности, несмотря на все красивые заявления об экономическом росте. Посмотрим, что говорят об этом неправительственные организации. По их мнению, реальная ситуация в стране намного хуже, чем рисуют официальные отчеты, потому что методика подсчета бедности в Грузии вызывает серьезные сомнения. Достаточно получить всего один лишний доллар, чтобы оказаться за пределами списка нуждающихся. Напомню, что система подсчета уровня бедности в Грузии напрямую зависит от количества социальных баллов. К тому же, по данным Национального демократического института, 85% граждан уверены, что уровень бедности при грузинской мечте только вырос. Это подавляющее большинство, которое видит реальность совсем не так, как ее представляют власти. Теперь о безработице. Пока официальные источники уверяют, что ее уровень снизился, независимые исследования, можно сказать, говорят об обратном. К примеру, Центр экономических исследований PMC отмечает, что за последние 10 лет правления грузинской мечты из страны эмигрировали 23% населения. Главная мотивация – прокормить свои семьи. Возможно, официально снижение безработицы – это просто результат массовой эмиграции, а не улучшение экономической ситуации внутри страны. Уровень безработицы неравномерен из года в год. Иногда он имеет тенденцию к снижению, а иногда к увеличению. Однако самый высокий уровень безработицы в стране – 27% – был зафиксирован в 2010 и 2011 годах, что отчасти связано с мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов и августовской и российско-грузинской войной 2008. Несмотря на это, примечательно, что существенного снижения уровня безработицы не зафиксировано даже в периоды после 2010 и 2011 годов. На протяжении последних 9 лет уровень безработицы удерживался в среднем на уровне 20%. Но в 2022 году ситуация обострилась. Среди молодежи показатели безработицы выросли до тревожных уровней – 47,4%. Среди лиц в возрасте 15-24 лет – 85%. Среди 25-29 лет – 22,2%. Так что же мы имеем в итоге? Разрыв между официальной статистикой и восприятием реальности обществом становится все более очевидным. Официальные данные уверяют нас в снижении бедности и безработицы, но независимые исследования и реальная жизнь указывают на совсем иную картину – картину серьезных проблем и вызовов. Возможно, Грузия действительно демонстрирует экономический рост, но кто на самом деле ощущает его? А как вы думаете, что здесь факт, а что фейк? Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А также не забывайте поддержать нас донатом. Все ссылки есть в описании. Меня зовут Хатя, вы смотрели «Факт или фейк». Увидимся в следующем выпуске. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова